Музыка Братья и сестры, мир вам! Давайте откроем с вами текст из Евангелия от Луки, пятая глава. И прочтем стихи с первого по одиннадцатый. Евангелие от Луки, пятая глава, стихи с первого по одиннадцатый. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого. Увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая принадлежала Симону, он просил его отплыть немного от берега, и сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону, отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. Симон сказал ему в ответ, наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть. Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся в другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли и наполнили обе лодки, так что они начали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал, выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный. Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого улова рыб, ими пойманных. Так же и Иакова, и Иоанна, сыновей Завидея, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус, не бойся, отныне будешь ловцом людей. И вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Вы знаете, в последнее время, ну, особенно это, наверное, видно среди молодежи, ну и не только, появляются некоторые образы или слова, которые называют таким странным словом, может быть, не все даже слышали, это слово «мем». Слово, которое часто появляется, которое люди любят, иногда они, вот кто-то знает. И вот одним из таких слов является довольно странное слово «проблема». Я не знаю, как вы, но вот разговаривая с людьми, можно заметить, что это слово чаще и чаще входит в наш лексикон. Люди, рассказывая о своей жизни, о жизни кого-либо еще, о чем-то, обязательно употребляют это слово «проблема». «Проблема в том, проблема в этом» и так далее. Хорошо, я однажды задался вопросом, а есть ли какая-то область, какая-то сфера, где мы это слово употреблять не будем? И иногда мы говорим в церквях, «Слово Божие» – нет проблем. Но, тем не менее, сегодня в церквях довольно часто видишь проблему именно со Словом Божиим. А в чем проблема, да? В чем дело-то? Какой проблемой может быть Слово Божие? Ну, давайте посмотрим вот в текст. Первый стих, да? «Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, он стоял у озера Генесарецкого». Сегодня, наверное, очень редко кто из вас становится причастником такого интересного явления, как очередь, да? Теснился, толпился, вот. А что дают? А что привезли? Что-нибудь вкусненькое, интересное, да? Вот. Христос принес Слово Божие. Всем интересно Его послушать. А что будет сказано? А может быть, решатся какие-то проблемы? А может быть, мы получим с вами какой-то ответ на вопрос? А может быть, мы услышим что-то, чего никогда не слышали, конкретно обращенное к нам? Но, с другой стороны, на сегодняшний день очень много проповедников, ну, достаточно много, которые иногда толпятся у кафедры сказать Слово Божие. Но возникает очень интересный вопрос, который вот и как бы постулирует проблему. Но ничего не происходит. И мы задаем вопрос. Господи, а что такое Слово? Прежде всего, Слово Божие – это текст. На сегодняшний день большая часть из нас, когда мы говорим о Слове Божьем, мы говорим, мы встречаемся прежде всего с написанным текстом. Очень интересно, что такое текст. Да, это, с одной стороны, какие-то иероглифы, которые написаны. Мы, кажется, с этим имеем дело с первого класса, как говорится. Мы вникаем, как это читать, как это понимать. Но, тем не менее, это текст. И текст, который нужно понимать. И здесь очень важно, конечно, иметь в виду что? Что этот текст нужно читать. На сегодняшний день очень много есть разных способов тогда, когда мы говорим, вот нужно прочитать. Очень часто наши студенты выходят из положения легко и просто. Одним щелчком, как говорится, компьютера. Как они выходят из этого положения? Они говорят, а я не читал, я прослушал. Есть аудиокниги, да? Есть аудиобиблия. Скажите, а кто-то из вас слушает по утрам Библию? Есть люди, да? Можно включить и слушать. И, с другой стороны, это тот же самый текст, который написан при помощи науки, который называется «Очень страшная наука». Она многих пугает. Меня она напугала с детства. Грамматика. Я не любил кучу правил. Не знаешь, как писать. Не знаешь, что. Но, тем не менее, как-то более-менее освоил. Грамматика – это то, что дает смысл тексту. Другими словами, Слово Божие – это текст, который написан при помощи определенной грамматики. Другими словами – определенный смысл. Дальше, пожалуйста. И вот дальше мы говорим еще о таких вещах, о которых каждый вроде бы из нас знает, да? Когда мы говорим о тексте. Это определенный жанр текста, да? Вот есть жанр Евангелия, например, это благая весть. Это то, как евангелисты решили донести до нас весть об Иисусе Христе. С другой стороны, вот это не только жанр Евангелия, да? Интересно, что люди, которые только пришли к Богу, да, обычно они начинают читать с чего? Начиная с Нового Завета, да? Но вот потом мы говорим вот людям, есть еще Ветхий Завет, да? И Ветхий Завет – это большая часть Библии с точки зрения, по крайней мере, материала. И мы говорим, там есть очень много разных жанров, которые тоже нужно понимать. Это пророчество, это история, в том числе апокалиптика – это жанр и в Новом, и в Ветхом Завете, жанр мудрости, поэзии. И на сегодняшний день, например, новые переводы Библии, которые выходят, вот у нас, не знаю, встречали ли вы, не встречали, например, книга пророка Исаии. Это большей частью поэтический жанр, и написана она уже совсем в новых переводах, в некоторых, совсем иначе, не просто как проза, а как поэтическое вот произведение. Дальше мы говорим, есть разные переводы, и есть, естественно, герменевтика, то есть истолкование, да, вот когда спрашивали одного героя Библии, разумеешь ли, что читаешь, Филипп задает такой вопрос Евнуху, да, и он отвечает, как могу разуметь, если кто не наставит, другими словами, мы говорим о тексте. Интересно, что когда вот этот народ подходил к Иисусу послушать, да, как вы думаете, они рассуждали прежде всего о тексте? Скорее всего, нет. Но с другой стороны, на сегодняшний день очень часто наше знакомство со Словом Божиим начинается с текста, что говорит Писание. И в этом смысле на сегодняшний день иногда люди ожидают, ну, каких-то откровений, люди ожидают каких-то особенных слов, которые обращены будут к их жизни. И я могу сказать о себе тоже, что иногда я прихожу на собрание и говорю, Господи, скажи мне что-нибудь через проповедника. А Бог ничего не говорит. И я говорю, Господи, может быть, это не мой день. Может быть, это сегодня не ваш день, да? Может быть, это не чей день? Но с другой стороны, я задаю потом вопрос. Хорошо, а может быть, Бог со мной говорил утром, когда я слушал текст, когда я читал текст, когда я вникал в грамматику, когда я вникал в то, чтобы понять, что говорится в каком-то тексте. Глава, что это не реагирует? Хорошо. Это первое, что вот, ну, очень часто люди на это не реагируют, и они говорят, дайте нам больше. И мы говорим, ну, есть текст. Дальше. Есть слово Божие как история. История спасения. Когда мы читаем Библию, и вот мы иногда говорим, а что значит читать Библию? Иногда вот люди говорят, что очень полезно читать всю Библию, да? И мы говорим, действительно полезно и видеть связь между книгами. Видеть, как Бог от самого начала и до самого конца ведет всю историю спасения. И в этом смысле, конечно, вот мы говорим, а мы знаем, как Бог работал в истории? И иногда говоришь с людьми, и они не говорят, что да, да, это интересно, возможно, да, это что-то такое интересное, но может быть, мы никогда не смотрим на Библию как на историю спасения. И в этом смысле, ну, я употребляю такое странное, может быть, слово метанарратив, то есть, это общая история, где Бог рассказывает, как Он открывает самого себя или открывается нам в истории. Дальше, пожалуйста. История слова. Другими словами, как Бог говорил с людьми в истории. И в этом смысле мы говорим, что Бог начал говорить с людьми, во-первых, в раю, да, Адам и Ева, затем Он говорил с ними дальше на протяжении истории, Он избрал Авраама, избрал других людей, через которых Он говорил и с которыми Он говорил. И самое интересное в этом, что мы с вами, не знаю, знаете ли вы об этом или нет, чувствуете ли вы свою причастность к этому или нет, мы с вами часть этой истории. Когда мы понимаем, мы знаем, что Бог начинает говорить с нами. А мы живем на земле в этот отдельный данный конкретный период времени. И здесь я привожу очень интересный текст, который я потом хотел бы еще раз привести, но текст, который адресован книжникам, фресеям. Христос говорит, исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, они свидетельствуют о мне. И в этом смысле мы говорим, что нам нужно искать в Писании. Совершенно недавно в одной из конференций, в которой я участвовал, я задавал очень долго вопрос такой, и этот вопрос никак не получал ответа. Я хотел вникнуть в Ветхий Завет. Господи, где Ветхий Завет говорит о Христе. Каждая книга. Каким образом? И я попал на конференцию, где брат от начала до конца брал только Ветхий Завет и говорил о Христе. Это было настолько интересно, как будто я был на дороге в Имаус с теми учениками, где Христос объяснял, как говорит Писание о Нем. Но, тем не менее, это опять история. И дальше. Иначе от Моисея и всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всех Писаниях. Это очень интересный текст, который можно здесь процитировать. Дальше, следующий слайд, пожалуйста. Но, с другой стороны, наш текст делает очень интересный поворот. Когда мы читаем этот текст, смотрите, какой интересный момент здесь происходит. Первый стих. Народ теснился, чтобы слышать слово. Христос, увидев две лодки, попросил одну из этих лодок, ну, как говорится, взять в аренду, войдя в одну лодку, которая принадлежала Симону. А с Симоном мы встречаемся уже в четвертой главе, там Христос исцеляет тещу Симона, он просит его отплыть немного от берега и начинает учить. С точки зрения текста я бы здесь ожидал, не знаю, может быть, и вы когда-то вот попадались на этот интересный момент текста, когда мы говорим Иисус Христос вошел в лодку и начал учить. И здесь мы ожидаем, что будет приведен текст проповеди. С точки зрения текста я называю эту проповедь Христа как бы немой проповедью. Она была на самом деле озвучена, но тем не менее она немая. И вот потом мы видим довольно интересный поворот сюжета. то есть сел учить, а в следующем стихе уже говорится, когда он перестал учить. И возникает вопрос, а что, Господи, ты здесь делаешь? Или что Лука здесь делает? Вот когда он переходит сразу. И вот интересный момент. Когда перестал учить, сказал Симону, отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. И вот вопрос, который мы задаем. Слово Божие с одной стороны это текст, который нам оставлен в истории. С другой стороны это сама история, история откровения. А с третьей стороны это личность. Личность, которая начинает говорить конкретно с нами. И вот какой момент, я бы сказал, употребив такое, может быть, странное слово, экзистенциальный момент, то есть момент жизни. Происходит ли с нами, когда мы читаем слово, когда мы читаем текст, когда мы слышим что-то, когда мы знаем историю, происходит ли личная встреча со Христом. Вопрос на самом деле не такой простой, каким он нам иногда кажется. Нам иногда кажется, что эта встреча произошла, да, мы покаялись, Господи, и все, и вот мы сидим и ждем, Господи, дай нам еще слово. Давайте порассуждаем об этом. Дальше, пожалуйста, переключите. То есть он с одной стороны говорит всем, с другой стороны, где-то на протяжении проповеди, на протяжении текста, на протяжении знакомства с этой историей Иисус, Бог, начинает говорить с нами. Точно так же, как он говорит в Откровении, «Се стою у двери и стучу». Другими словами, у двери чего? Нашего. И вот тут вопрос следующий, что Лука переключает внимание со Христа на конкретно человека. А как мы реагируем? В данном случае слушатель Петр. И вот давайте попробуем посмотреть, а как Петр слушал, чтобы услышать? Представьте себе лодка берег, озеро. Очень много людей. И текст нам здесь говорит, хорошо, они все услышали, но основное внимание на Петра. Петр слушал очень внимательно. То есть, это такой интересный момент, как там слушать внимательно. Может быть, что-то... Знаете, я думаю, что многие со мной согласятся, надеюсь, по крайней мере, что бывают такие моменты, когда один и тот же текст читаешь много раз, много дней, я бы хотел сказать, много лет. И он только в какой-то момент времени начинает с тобой говорить. Не сразу мы говорим, Господи, может быть, мы не готовы, может быть, мы были невнимательны. И вот Петр слушал очень внимательно. Допустим, смотрите, здесь звучит повеление в 4 стихе, повеление, выраженное в грамматическом, так сказать, смысле, отплыви на глубину. Кому обращены слова? С одной стороны, вот, к Петру, с другой стороны, вы, наверное, знаете, Сергея Викторовича Санникова, да, вот, он много программ представлял в вашей церкви конкретно, да, и он вот эту фразу когда-то взял за основу определенной серии проповедей. Отплывем куда? На глубину. И в этом смысле, когда мы слышим слово, вопрос, конечно, с одной стороны, для Петра, отплыви на глубину, Петр очень хорошо понимал, где эта глубина, с другой стороны, ослышите ли вы вопрос, который обращен к вам от слова? Может быть, уже пора отплывать на глубину? В смысле, что-то делать с тем, что вы услышали? В смысле, как-то реагировать на то, что вы услышали? В смысле, как-то воспринимать для себя и дальше? слушать с почтением. Очень интересно, что вот в пятом стихе Симон говорит, да, наставник, конечно, это был наставник, это почитаемый человек, которого нужно слушать, но с другой стороны, сегодня очень много кого? Наставников. И с другой стороны, Петр говорит, наставник отнесся с почтением, но с другой стороны, дальше мы видим очень интересное переключение, которое мы видим и в слайдах есть, но тем не менее, я хочу немножко вперед забежать. Когда Извините, Петр узнал, кто перед ним, да, он начал уже этого Христа называть не наставником, а стал называть Господом. Это и внимательность, и почтение. И с другой стороны, начал слушать искренно и честно. На сегодняшний день очень многие люди слушают, и я обратил внимание, что это относится иногда и к верующим, и даже ко мне. Да, я это слышал, я это знаю. И что здесь понимать? Есть такая нотка, которую мы иногда называем очень нехорошим словом, может быть, нотка цинизма. Я это хорошо знаю. Тут больше нечего сказать, нечего услышать. И тогда мы возвращаемся к вопросу, который называется искренность и честность. Может быть, Бог говорит что-то сегодня к нам конкретно. И мы очень часто понимаем это, говорим, Господи, нам нужно еще какое-то слово. И тогда Христос говорит, для нас немая проповедь, потому что мы уже знаем, что делать и не делаем. Дальше. Пытливо. А что произойдет? Вы знаете, есть очень хорошее слово к Тимофею написано, да? Вникайте в Писание, то есть будьте исследователем. Очень интересно смотреть иногда за людьми, особенно в семинарии, когда наши студенты начинают изучать греческий язык особенно, да? И они начинают понимать, ага, а смысл-то гораздо больше, чем может быть, то, что они думали до сего дня. И в этом контексте мы говорим, что Богу есть, что сказать, но если в нас не кроется вот этот вот исследователь, да, нам хочется сделать что? Нам хочется сделать иногда то, что делают вот, ну, скажем так, не очень родивые ученики. Взять с блюдечки, с голубой каемочки и съесть сверху. но иногда нужно заплыть на глубину, применить труд и послушать с пытливостью, Господи, что ты хочешь мне сказать? Дальше, пожалуйста. Применяя услышанное к себе. Вы знаете, вот очень часто я ловлю себя на мысли, когда я слышу какую-то проповедь и говорю, да, это к верующим, это к тому-то, это к тому-то, пока я вдруг не возвратился к самому себе. А насколько все то, что звучит, оно звучит ко мне. И вот сегодня оказывается проблема многих людей, которые проповедуют слово, которые возвещают слово, состоит в том, что это слово как бы обращено ко всем, но иногда люди не обращают это слово к себе. Это слово как будто бы уходит. А Петр в данном случае является для нас хорошим примером. Бог обратился непосредственно к нему. Отплыви на глубину и закинь сети свои для лова. Другими словами, если не послушаешься, не поймешь и не увидишь, что будет дальше. И с другой стороны, что делать? И Петр поступает, как и многие из нас, когда Бог обращается непосредственно к нам. Он начал оправдываться. И в этом смысле вот видим, что он говорит, выйди от меня, Господи, извините, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову Твоему, да, и вот дальше Петр говорит, что по слову Твоему закину сеть. И дальше, пожалуйста, переключите. Еще дальше. И вот приходит новое понимание, которое Петр, может быть, до этого никогда не видел. Он увидел, что тот, с кем он говорит, совсем не просто наставник, а это господин его личной жизни, который может изменить все дальше. Дальше, ну, это можно немножко как бы как шутку воспринять, но тем не менее, когда мы Богу что-то отдаем, ну, как бы в аренду, как Петр отдал, да, вот Петр получил взамен очень много, он послушался дальше. И то, что происходит, что не очень часто происходит, когда люди слушают и слушают и слушают, но вот возникает очень интересный момент, что Слово Божие, оно обличает глубокое осознание собственной греховности. это то, что Петр увидел в себе, когда вот понял, кто с ним говорит. И с другой стороны, когда он понял это, Христос начал его утешать. Не бойся, это десятый стих, отныне будешь ловцом людей. И дальше. И вопрос, который мы сегодня иногда не задаем, может быть, даже не доходим до вопроса, когда сидим на собрании, когда слушаем Слово, может быть, утром, может быть, вечером, может быть, в транспорте, может быть, как-то еще. А что нам дальше делать? И когда Слово Божие звучит, и когда Слово Божие обращено к нам, и когда Бог начинает говорить конкретно с каждой душой, Петр начинает видеть ответ, на который нам иногда очень трудно получить ответ. Что нам дальше делать? Вот прямо с этого места, с этого момента и дальше. Мы иногда говорим, ну, хорошо, мы идем домой, мы идем ловить рыбу, мы идем продолжать делать то, что мы говорим. И в этом смысле было ли обращение Слова? И дальше стать тем, кем Господь желает тебя видеть, то есть твое призвание. Каждому из нас Бог дал какой-то труд сделать на этой земле. Но земля, она большая в этом городе, город большой, в этой церкви, но церковь большая, может быть, в своей семье, в своем каком-то небольшом кругу. В чем брат и сестра твое личное призвание? И вот когда мы слышим общие речи, общие тексты, да, это Слово Божие, но над ним нужно поработать. Когда мы говорим, да, в истории Бог говорит, и мы являемся частью этой истории. Значит, я часть, если я часть, Господи, что мне нужно делать, да? и тогда Бог может начать говорить конкретно с нами. Дорогой друг, я обращаюсь к тебе точно так же, как обращался когда-то к Петру, мы иногда говорим, да, Петр был апостол, а мы кто? Ну, и мы тоже слушатели, и Слово Божие не бывает напрасным. Если сегодня вы слышите Слово, может быть, не прямо здесь, и прямо сейчас, может быть, тогда, когда вы сидели над текстом, когда вы размышляли о своей роли в христианстве, Бог вас не забыл, но иногда люди не доходят до третьего шага, до третьей ступени. Они торопятся по своим делам и так и не услышат слов Христа, которые обращены лично ко мне. Что мне нужно делать? На какую глубину мне нужно отплыть? Иногда мы говорим с Господом совершенно так же, как Петр. Мы говорим Господи, да я ловил всю ночь, я профессионал в этом деле, я понимаю, чем я занимаюсь, ты мне говоришь делать одно, я знаю, что мне нужно делать. И на этом мы иногда прекращаем наш разговор с Богом. Пойдите дальше, послушайте дальше, и Бог вам скажет, что нужно делать. Аминь. Для нас радость и благословение, что вы были с нами. Мы благодарны всем тем, кто слушает наши программы, кто смотрят, кто радуется вместе с нами, благодарят Господа и тех, кто составили эти передачи. И приглашаем всех вас на наши богослужения, которые обычно происходят в воскресные дни в 10 часов утра по адресу Картамышевская, 8, угол Комитетской. Пусть Господь благословит вас. Редактор субтитров Продолжение следует...